Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня небольшой обзор на часы фирмы Casio. Называются часы Casio Edifice, модель EFS-S530D. Вот, можете посмотреть, как это выглядит, номер модели сверху. Это кварцевые часы. Они очень симпатичные. Сверху у них сапфировое стекло. Заряжаются они от света. У них не надо менять батарейку. Вот, аккумулятор заряжается через вот эти вот выемки, которые сделаны для секундомера, так называемого хронографа, а также указатель день-ночь, так называемый 24-часовой завод. Если верить паспорту техническим характеристикам, то, сейчас я вам покажу, точность хода у них плюс-минус 20 секунд в месяц у этих часов. Модуль 5529. Ну а теперь по поводу точности непосредственно самого этого экземпляра. Они вот сейчас, я их последний раз ставил больше, чем месяц назад, и они ходят секунда в секунду с абсолютной точностью. В год они у меня примерно уходят на плюс или минус 3 секунды всего. Это за год. Это вот фактическая точность этих часов, которые я вам сейчас показываю. Может быть, мне, конечно, очень повезло с часами, но они намного точнее, чем заявлено в паспорте. Сейчас, кстати, я вам могу продемонстрировать. Вот у меня часы, которые автоматически выставляются по интернету в свое время. Знаете такую модельку, у меня был на нее обзор. А это вот часы, которые ни к интернету, ни к смартфону никак не подключаются. Они полностью автономные, но тем не менее, видите, по секундной стрелке точность абсолютно совпадает с часами, которые вот этой ночью были синхронизированы. По поводу этих часов могу сказать, что они рассчитаны на водонепроницаемость в 100 метров. С аквалангом в них нырять как бы не рекомендуется, но вы можете в них спокойно купаться, они не промокнут. Итак, здесь 24-часовой формат. Это для меня не очень нужная индикация, поскольку я живу в Санкт-Петербурге. И даже белые ночи, они все-таки отличаются от белых дней. Вот, если бы я жил где-то за полярным кругом, ну, например, в Мурманске, возможно, там бы эта функция была полезна, чтобы понимать все-таки вечер сейчас или утро. Если ты там заснул днем, потом проснулся и не понимаешь сколько время. Но, опять же, сейчас у всех телефоны. Это было актуально там лет 10 назад, когда еще не были распространены смартфоны, сотовые телефоны. И действительно было непонятно, сколько время смотрели, только по часам ориентировались. Также здесь есть 10-минутный секундомер. Вот он отмеряется. Давайте его сейчас, кстати, включим. Вот секундомер заработал, внизу секунды, здесь до 10 минут. Как 10 минут пройдет, дойдет секундомер, он назад отмотает и встанет на ноль автоматически. Его даже можно не сбрасывать. Кстати, на самом деле это очень удобно, поскольку 10-минутный интервал, как выяснилось, самый популярный. У меня, по крайней мере, оказался. Вот, я ничего такого особого не засекаю долгое время. А вот что-то по-быстрому, там, макароны поставил варить, пельмени, яйца те же самые, там, в смятку или вкрутую, да, там, 10 минут, значит, они уж точно вкрутую сварились. Ну, и таких очень много вещей. Парковки все в Питере имеют 10-минутный бесплатный интервал. Дальше за них уже платить надо, если секундомер отматывать начал, как вы на парковку заехали. Ну, будьте готовы, идете к паркомату, платите денежку и выезжаете. Вот, так что это круто на самом деле, что 10-минутный секундомер. Здесь есть также индикация даты. Дату надо переводить раз в два месяца, то есть если месяца 30 дней, то на следующий день будет первое число, а часы будут показывать, естественно, 31-е. То есть здесь обычный календарь стандартный. Вот, и несмотря на то, что они ходят очень точно раз в месяц... Вот видите, кстати, сейчас число не совпадает, потому что уже больше месяца прошло, дату я не подводил. Надо на один оборот головку выдвинуть, ну, вернее, на один щелчок, и подправить число, перевести его вперед на один день, когда будет месяц кончаться. Вот, и мне очень не нравится, я считаю это большим недостатком, что здесь нет индикации дня недели. Я вот все-таки для себя понял, что мне это было важно на часах. К сожалению, именно по этой причине, скорее всего, я их редко ношу. Вот они у меня, конечно, как новые из-за этого выглядят, но в принципе здесь стекло поцарапать невозможно, его можно только разбить. Еще раз говорю, здесь сапфир стоит, хоть они и недорогие, они около 100 долларов стоят, ну, грубо говоря, чуть подороже. Стоят они 10 тысяч рублей сейчас, на сегодняшний момент. Вот, при этом, опять же, заряда цвета и сапфир. То есть, и очень точно ходят. Цена вполне адекватная, считаю, за 10 тысяч такие часы. Опять же, не боятся воды. Можете посмотреть, как выглядит обратная сторона у них. Так вот они выглядят сбоку, они не очень толстенькие, весьма аккуратненькие. Браслет, штамповка, есть дополнительная регулировка браслета. Если там лето или зима, рука чуть поправилась, чуть уменьшилась, то можете быструю регулировку браслета провести. Ну и соответственно, также снимаются легко звенья. Стандартно, вот, по стрелочкам. У этих часов очень классный люминофор. Они хорошо, достаточно светятся в темноте. Я не скажу, что они, конечно, всю ночь светятся, но достаточно прикольно. Я вот не знаю, получится ли вам сейчас это показать, но попробую свет выключить. И несмотря на то, что сейчас день в комнате, я надеюсь, вы увидите их свечение. Ну, видно, да, что они светятся немного. Это даже днем видно, то есть, представляете, как это в темноте все видно. К сожалению, фотоаппарат еще мне плохо в темноте снимает, но тем не менее. На руке часы выглядят вот таким вот образом. У меня запястье 18 сантиметров. Вполне адекватно. Они не сильно легкие, но и не тяжелые. Обычные стандартные металлические часы. Я даже не знаю, как вам это передать. Вот эти вот часы, наверное, в три раза тяжелее. То есть, в принципе, достаточно легкие часы, хоть и полностью металлические, но тяжелее, естественно, чем в пластмассе. У данных часов можно посмотреть, насколько у них разряжена батарейка. Вот это вот индикатор батарейки. Для того, чтобы увидеть, нажимаете вот эту вот нижнюю кнопочку и держите ее две секунды. Вот так вот сбрасывается секундомер. Вот, к сожалению, пока секундомер не остановишь, батарейку не посмотришь. Что-то я тут тупанул. Прошу прощения, но очень редко смотрю заряд батарейки. И вот сейчас нажимаем две секунды эту кнопку и вот заряд батарейки. То есть, заряжены они наполовину. Видите? Еще раз. Среднее значение. То есть, заряжены не до конца, но и не севши. Желательно, значит, их подержать на подоконнике. Ну, по поводу... Сейчас как раз зима, понятно, что они подсели. На самом деле, у них не так надолго хватает аккумулятора, в отличие вот от этих часов. То есть, в темноте они могут проработать примерно полгода. Ну, грубо говоря, да, зиму могут пережить, но весной их уже надо заряжать. Эти часы могут год спокойно, без света быть. Не такая мощная здесь батарейка, плюс всё время всё-таки секундная стрелка движется, всё-таки она энергии тратит значительно больше на каждую свою секунду, на каждое движение. При этом, если батарейка будет низкая, почти севшая, то эта стрелочка будет не одну секунду перемещаться, а через две секунды прыгать, чтобы вы обратили внимание и положили их на свет для заряда. Сейчас скажу вам по инструкции, вообще, я думаю, полезная информация будет для всех, у кого часы соляр заряжаются от солнца, даже не обязательно Casio, сколько им нужно заряда в день, сколько им нужно заряда до полной зарядки. Это примерно, на самом деле, на всех часах одинаково. Вот небольшая инструкция, то есть прямой солнечный свет, ежедневно подзаряжаться желательно 6 минут до полного заряда аккумулятора, если они в ноль севшие имеется в виду, 21 час, но это когда, ребята, вообще в ноль. Конечно, где-то дня достаточно обычно, чтобы полностью часы зарядились на прямом солнечном свете. Солнечный свет через окно, полная зарядка 78 часов, ежедневно желательно 20 минут находиться. Дневной свет через окно в пасмурный день, это 36 минут ежедневно, но, грубо говоря, на подоконнике их час ежедневно держать, это рекомендуется, но полностью уже надо 125 часов заряда, чтобы часы полностью лежа на подоконнике, через стекло у вас подзарядились в несолнечные дни, в пасмурный день. Вот, 125 часов это всего лишь примерно 5 суток. Ну как всего лишь примерно 5 суток? 5 суток, но вам то надо 5 дней, то есть за 5 суток вы их не подзарядите, а получится уже где-то 10 суток, да, чтобы 10 дней прошло. А может и побольше. Ну, грубо говоря, две недели полностью севшие часы, лежа на подоконнике, когда солнце не бывает, там зимой зарядятся. Ну а теперь самое интересное, это в помещении при дневном свете, это когда яркий свет у вас, то рекомендуется 5 часов, грубо говоря, с коротким рукавом ходить в офисе. И то, если у вас офис ярко освещен, до полного заряда никогда, походу, они не зарядятся при дневном свете. Но, тем не менее, такая вот инструкция, я думаю, полезная информация. Ну и, наверное, покажу вам упаковку от этих часов. Продавались они вот в такой вот коробочке. Сверху на эту коробочку одевается вот такая вот коробочка. Внутри этой коробочки всякие документы, всякая макулатура, подушечка, на которой они были одеты. Тут дополнительные звенья браслета лежат. В общем, ничего примечательного. Вот обычная коробка, сверху на нее вот так вот еще надевается вот эта вот коробка. Ну и в конце обзора мое итоговое мнение об этих часах. Часы красивые, ходят очень точно. Если бы еще была индикация дня недели, но это я сам виноват, что выбрал без этой индикации. Обычно в кружочке еще пишется там, вместо того же 24 часового формата, дни недели бывают, да, там нарисованы какие. Тут цены бы им не было. Так, к сожалению, но мне не хватает индикации. Ну, так же, если бы у них была связь с телефоном... Я даже не знаю, насколько она нужна, поскольку часы действительно очень точно ходят безо всякого телефона. Но если бы была еще связь со смартфоном, то не нужно было бы дату переставлять. Вот единственный, пожалуй, такой нюанс. Но почему-то такие часы Casio, которые связываются с телефоном Bluetooth, они стоят уже не 10 тысяч, а 25, например, а то и 30. И при этом, при всем, все остальное то же самое, они еще за разы вставляют обычное стекло. Не сапфировое, а обычное, самое простое стекло вставят. Почему? Мне вообще непонятно. Как издевательство. То есть ты берешь часы в два раза дороже, только чтобы там дату не переводить через месяц, но при этом получаешь не сапфир, а это не есть хорошо. Вот, такие вот часики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет приятно, а вам не трудно. Пока-пока.